Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился вот этот красавец Камф Панзер 70. Но единственное что, продают этого красавца исключительно за реальные деньги. За голду предложения нет, а значит предложение исключительно для донатеров. Что касается выгодности предложения, то здесь вопрос очень щепетильный. Все зависит от того, сколько у вас есть денег, готовы ли вы задонатить, ну и в принципе нужен ли вам за эти деньги КПЗ 70. Поэтому здесь уже, ребята, определяйтесь самостоятельно. Что касается самого набора, то за 25 долларов вам предлагают, ну прям все-все-все, что только можно было сюда положить. Здесь есть и анимированный аватар, хотя лось сахатый на нем изображен. Есть целых 25 сертификатов по X5 на данную машину, что существенно поднимет ваши копилки и поднимет элитный опыт вашего экипажа. Есть открытое все оборудование, а значит вы сэкономите более 3 миллионов серебра. Есть целых 4875 киткоинов, которые позволят вам продвинуться в линейке в ретро-топии. Ну и есть, соответственно, ребят, слот в ангаре. Помимо этого всего вам положили сюда целых 5 контейнеров мистических. Если вы плюс-минус фартовый, то возможно отсюда вы еще и машину какую-нибудь себе заберете. Есть приказ, который надо выполнять в течение 10 дней. В целом ничего сложного, победить в 50 боях за 10 дней не так уж и сложно. А за это вы получаете целых 5, ой, простите, целых 3 мега контейнера с вероятностью 5% выпадения оттуда довольно-таки годных машин. Есть, конечно, и не сильно годные, но в целом шансы безусловно есть. Хотя есть шансы и получения чего-то другого. Опять-таки тех же самых контейнеров, возможно какой-то голды. Короче говоря, все зависит от уровня вашего везения. Что касается самой машины, то ее обязательно сейчас заценим. А что касается внешнего вида, который положили в комплект, мне он очень сильно нравится. Ничего футуристического, абсолютно такой настоящий строгий стиль боевой машины. Все максимально приближено к реальности. И этим очень сильно нравится. Потому что сам КПЗ, он действительно очень сильно похож на реальную машину, а не, ну, именно в этом камуфляже, а не на какую-нибудь там искусственно созданную в игре по типу, там, не знаю, какого-нибудь крушителя или чего-либо подобного. Короче говоря, исторический чувак. И именно этим он мне нравится. Единственное что, ребят, перепрыгиваем на мой аккаунт, но уже на платформе WG играть будем. Потому что на Steam, на котором я сейчас нахожусь, у меня очень сильно все тормозит. Итак, друзья, перепрыгнули мы на Wargaming Game Center. На Steam у меня безумно тормозит. Играть на нем невозможно. Использую исключительно для ознакомления с ценами в магазине. Ну и для приобретения чего-либо по возможности. Что касается того, почему будем играть на пресс-аккаунте, так потому что я хочу выкатить данную машину именно в таком внешнем виде, а не в том, в котором она у меня есть на моем основном аккаунте. Отдельно хочется отметить крайненько качество орудия. Орудие в чем-то очень хорошее, а именно в отношении Альфы здесь действительно очень высокий показатель по разовому урону. Но что касается, ребят, времени перезарядки 14,8, практически 15 секунд это очень долго. Все остальные показатели будем заценивать в бою. Отдельно стоит отметить, что угол склонения орудия вниз порой бывает крайне дискомфортным. Минус 6 это действительно очень мало. Что также хотелось бы отметить про КПЗ-70. КПЗ-70 далеко не имба по броней. Пробивать вас будут практически все машины, которые будут вас встречать. Многие говорят по поводу того, что нет, КПЗ-70 вполне нормально забронированная тачка, просто необходимо на ней уметь играть и так далее. Ребят, вам просто везло периодически получать непробитие в башне. Вот там, да, там действительно есть чем похвастаться, там действительно бывают рикошеты. Но если мы говорим с вами о корпусе, о прямой проекции, то пробивается что нижний, что верхний бронелисты. И особого фана это, безусловно, не доставляет. Что хорошего в машине? Ну, безусловно, хороша подвижность. Если мы говорим о больших тяжелых танках, то они должны туго ехать. При этом всем, сейчас поднимаясь под гору, я догоняю Эмиля второго и даже начинаю его опережать по движению. То же самое, ребят, касается и на ровных площадках. Машина себя ведет как вполне подвижная. И ощущения того, что вы едете на огромной тяжелой машине у вас нет. С другой стороны, если брать в учет слабое бронирование данной тачки, то в целом было бы, наверное, даже более удивительным, если бы она более скудно передвигалась по карте. Потому что при слабом бронировании есть тогда объяснение, почему она легко сможет преодолевать какие-то расстояния за короткое время. Что касается игры от башни. Я бы сказал, это удобно в тех случаях, если вы находитесь где-нибудь в низинке, а соперник находится наверху, тогда вы действительно имеете возможность нормально в него забрасывать, если он не прям совсем где-то в облаках. Но если вы находитесь где-нибудь наверху, и вам необходимо свесить орудие вниз, то здесь вас будут ожидать исключительно проблемы. Потому что данная машина, она в принципе, по определению, не терпит игры, ну вот, со склоненным орудием вниз. Стоит также отметить, что по ощущениям, вроде бы, немножко лучше угол склонения, если вы отворачиваете башню в сторону. Но, принимая во внимание, как я уже сказал, скудную бронированность данной машины, особо злоупотреблять этим не стоит. Потому что, когда вы стоите в прямой проекции, либо ромбом, у вас есть хоть какие-то шансы получить непробитие. Ну а если вы стоите бортом, то, понятное дело, вас будут пробивать, и пробивать будут довольно-таки часто и жестко. Вот сейчас, пока мы катались, мы уже остались втроем против практически полной команды соперников. Понятное дело, что сейчас будет крайне неприятно. Тяжи поднимаются под горку, начинают закидывать мне потихоньку в корму. Я же пытаюсь сделать хоть чего-нибудь. Кто-то там просит помощи, но понятное дело, что я до него не доеду. Ну а сейчас меня СМВ фортово пока еще не отправляет в ангар, но это буквально на пару секунд, потому что сейчас он перезарядится, а я еще нет. Вот такая вот история КПЗ-70. И такие бои, они встречаются довольно часто, и к этому необходимо быть готовыми. Сейчас досмотрим данную катку, я думаю, что особо много времени это не займет. Обязательно берем машину, отправляемся в следующий бой. Что хочется отметить в пользу КПЗ-70? В пользу КПЗ-70 стоит отметить, что в принципе, даже при его скорости перезарядки, если вы будете находить себе нормальное, достойное место в бою, вы будете наносить немалое количество урона. Практически ничего не делая в данной катке 1600 единиц. Это мало, безусловно мало. Мало не только по меркам 9 уровня, а мало даже в пределах самого КПЗ-70, потому что он потенциально может гораздо больше. Я не буду выбрасывать данный бой так же, как я это делал во всех других видео, в которых вы видели проигрышные бои. По одной простой причине, потому что, ребят, перед тем, как потратить свои деньги, а в данном случае реальные деньги, а не голду, которую вы можете себе нафармить просто играя, вам необходимо понимать, к чему вам готовиться. Особенно, если вы 50 или там 55% игрок, как я, то, наверное, все-таки вам необходимо посмотреть некрасивые нарезки супер-классных боев с мега какими-то результатами, а посмотреть реальные бои и какие сливы порой тоже бывают на том или ином танчике, для того, чтобы, когда вы потратите свои реальные деньги, вы потом не расстроились, для того, чтобы вы адекватно понимали, чего вам ожидать от товара, который вы будете приобретать. Правильная ли эта позиция, я не знаю. Не претендую на звание самого умного, не претендую на звание самого рукастого в этой игре. Но, друзья мои, мне кажется, что все-таки стоит оценивать и негативы по машинам перед тем, как их приобретать. Вы можете посмотреть какое-нибудь красивое видео, в которых супер-скилловый игрок дает мега-результаты. И, поверьте мне, с таким же успехом, так как и я в свое время, вы потом очень можете сильно расстроиться из-за того, что машина не дала вам того, что вы видели в красивых обзорах. Урон разовый, просто суперский. Время сведения я бы оценивал как терпимое. Подвижность машины я бы оценивал как выше среднего и крайне комфортное. Углы склонения орудия вниз, я бы сказал, они больше приближены к убожеским, чем к комфортным. Хотя порой и их тоже хватает. Ему бы брони немножко донасыпать или немножечко все-таки улучшить время перезарядки. И тогда эта машина засияла бы просто такими великолепными красками, от которых, в принципе, у вас глазки щипало. Ну что, закидываем урон, пока ребята на перезарядке. Ну и начинаем самостоятельно тоже перезаряжаться. Для нас этот процесс, как я уже сказал, практически 15 секунд. И приятного в этом действительно мало. Отходим, друзья мои. Прячемся. Но, в принципе, это не помогает. АМХик. Хорош. Хорош хулиганить. Зачем ты это делаешь? Так, поехали. Попытаемся выковырять СТ-1, который меня обижал. Мне не понравилось его поведение, мне было очень сильно неприятно. Я думаю, что я просто обязан. Обязан ему отомстить. Единственное, что перед этим... Эх, блин, не хватает чуть-чуть углов для того, чтобы нормально прицелиться сейчас. Ладно. Отправляйся в ангар. Хотел накинуть дополнительного урона по ПТшке. Но, к сожалению, это одна из тех ситуаций, когда минус 6. По склонению орудия это действительно крайне скудно было. Возвращаясь к теме бронирования, как вы видите, пробивается и башня, пробивается и корпус. Понятное дело, что пробиваются борта. Ну, а про корму я уж, наверное, промолчу. У нас очень мало есть машин, которые кормой умудряются танковать. И КПЗ-70 не является участником данного списка. Ну, и, соответственно, рассчитывать на то, что вас не будут пробивать прям вообще никуда, не советую. И вас будут пробивать практически везде. А вот это вот, ребят, необходимо иметь в виду. Ну что, поехали. Попытаемся закинуть дополнительного урона по ПТхе, оставшейся. Понятное дело, что здесь будет победа. Хотелось бы как можно больше урона набросить для того, чтобы получить максимальные результаты по настрелу. Не стой, пожалуйста. Пожалуйста, не делай этого. Ай, господи. Ладненько. Будем надеяться на то, что там кто-нибудь совсем маленький по возрасту за рулем. И делает он это абсолютно не специально. Такс. Давай, продвигайся немножко вперед. Альфа божественная, ребят. Действительно, крайне суперская. Вот сейчас не более чем фарт. Сейчас мне повезло, потому что я хочу добрать этого брата, для того, чтобы максимальные результаты получить. Хорошо, что его не добрали вместо меня. И как вы видели, порой, безусловно, бывают рикошеты. Даже на которые ты не рассчитываешь. Не думал я, что я успею корпус довернуть. Но, слава богу, повезло. Уже хорошо. 3330 единиц урона. Опять-таки, практически не потея. Получаю удовольствие от данного конкретно боя. Два фрага. Что касается фарма по серебру. То не сильно густо. Но, 62,5 тысячи с учетом активированного прем-аккаунтов, по-моему, очень даже неплохо. И первое место в команде по урону. Обязательно лайканем последнего выжившего из команды соперников. И лайканем нашего товарища, который, видать, гонялся взять еще один фраг. Ну, в любом случае заслужил. Второе место в команде по урону. Заработано было честно. Вот такой вот он, КПЗ-70. Покупать или не покупать за реальные деньги, безусловно, решать вам. Мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле. И, как вы видели, на ней бывают и сливы, и довольно хорошие, приятные победы. Ну, что ж, друзья мои. Я побежал пилить дальше видео специально для вас. А вы подписывайтесь на канал, ставите лайк. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.